Кремль снова узгадал про план поглыбить интеграцию Беларуси до России. Заява Дмитрия Медведева прогучала незадолго до уся Беларусского народного схода. Те варто бояться зараз реанимации проекту и тяп прогучить позиции для России по выниках поседжения Юлия Лабанова. Жневень 2020-го стался кропкою отворотного отличия для ул. Беларуси. Хваля протестов после президентских выборов примусила заходь заменить лояльность на санкции. Суседев легитимность Лукашенко признала Россия, а тепер те выставляя рахунки. Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора. Включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. Пазалетась, калей Лукашенко дымагауся адрасей изнижек на энергоносбит, именно витый Дмитрий Мядведзеу активно займауся распрацовкой дорожных мапов по интеграции. Сеолетняя заява намесника старшыни Росейского совета безпеки заговоркой маулял, мы не тиснем, нехай спачатку Беларуси урагулюя унутрополитычный кризис. Москва не хочет форсовать процесс подписания неких интеграционных папер. Потому что, по-перше, не хочет тиснуть публично на Лукашенко тяжкую для его хвилину. И, по-друге, он стал токсичным для Москвы. Поэтому теперь подписывать поглибленную интеграцию с ним может быть чаровато тем, что потом юридично никчемными эти паперы обвесить. Кремль, однако, не может не зважать на усебеларуский народный сход, меркуя политолог Андрея Гороу. В этом у зъезду прихильника у Лукашенко он пропоновал надать статус органа улады, ответ на право выращать на прамки внутренней и вонковой политики. Стратегия вращения политического кризиса, яка, меркованная, я с Москвой, была завязана на питании конституционного диалога. И этот конституционный диалог может уникальным чином завершиться на усебеларусском народном сходе. То Москва делает такое попереджение к штату того, что мы памятаем, про что мы там домовлялись, и чекаем выникал. Усебеларусский народный сход мае отбыться уже на наступном тыдне. Девиз селетнего мероприемства, одинства, разведцо, незалежность. Хучить – не шмат абецальна для Москвы. Ци варта чекать отказу с Беларуси у ближайший час. Безумовно, Лукашенко не хочет никакой одиной валюты. И в свой час он резко супротив этого выступал. Але теперь, я думаю, что ему наилепее будет промолчать и не утягиваться ни в какую полемику с Крамлем, потому что не той момент, как свариться. Найхучее, что Лукашенко проигнорует эти заявы Медедева. Про поглубление интеграции из России голос беларусов уже гучал на улице. Про немогчимость принять решение, по коль смес дорожных мапов засакречены, у интервью российскому выданию МК означала и национальная лидерка Светлана Тихановская. Поэтому хотя бы частково поширять вплив над беларуской экономикой и державным регулированием Кремль может только при Лукашенко. У Кремляне так много инструментов для тиска на Беларусь. Они могут тиснуть на Лукашенко персонально, отказываясь от той поддержки, которая накрывается на поддержку этого режима. И может, в правильном сенте, сгулять на боку протестолцев, проблематизируя тут основание Лукашенко. И вот в этой гульни попробовать выиграть некие вгоды для себя. Груши для подтримания державного сектора экономики Захаду, однако, чекать не выпадает. Европейцы спынили программы поддержки для Рады Беларуси, перенакировавши их для гражданской супольности. Прыгытым Миколай Халезин у своем телеграм-канале расправел про план улады распродать стратегичные предприемства. Про праватизацию державной властности на нараде подрыхтутцы да усе беларуского народного схода узгадывал Лукашенко. Такий круг на пауны термін вырошил бы некальки проблем. Здабыть гроши и не перайматься страйками, меркуе Юры Рававы, со старшиня стачкам у городня Азоту. Прадприемства разом з іншими флагманами айчинной вытворчасті, БМЗ и Беларуськалем, вылучилися активными забастовками працовных. Побачим, что это станет, потому что только у городного азота за позвученность по моим даденым пауным, амаль 200 миллионов евро. И потребно такое предприемство с такими долгами и с таким менеджментом, и с людьми, которые не хочут зваться скотом русским. Про размахчимую приватизацию шаргу державных компаний Лукашенко може часова вырошить финансовые проблемы, створанной им неэффективной, залежной адрасеей, экономики. Але у перспективе гэтаяго не уратуе. Таким чином, он яшче больш зменять державный сектор, над яким пакуль яшче мая контроль, а так само повялечить уплыв у сходнега суседа. Субтитры создавал DimaTorzok